Вперёд! 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 Весенний этап сезона перевалил за экватор. Позади 28 туров и в нашей копилке очередные важнейшие 3 балла. Следующий этап – очередной выезд, который вновь обещает стать крайне непростым по многим факторам. Это рубрика о сопернике между строк и прямо сейчас ещё 5 фактов про Нижнекамский нефтехимик. Поехали! Трансферы Зимний межсезонник для нашего соперника вряд ли можно назвать активным, но совершенно точно громким. Главная звезда и легенда всё-таки покинула Нижнекамск, где в совокупности провела 8 сезонов. За плечами Мираби Уридии 220 матчей и 65 голов за красно-зелёных. В середине февраля Рубин и нефтехимик всё же договорились о трансфере форварда, и Мираби вернулся в свой родной клуб, где начиналась его карьера. Вместе с нападающим в соседнюю Казань отправился ещё один важнейший игрок команды Новикова – центральный защитник Максим Ширяев, у которого 116 матчей за нижнекамцев. Трансфер-маркет говорит о том, что продажа двух лидеров позволила нефтехимику заработать 380 тысяч евро. Константин Базилюк Разумеется, потеря такого форварда серьёзна, и компенсировать её крайне сложная задача. Однако пока у нижнекамцев это получается весьма неплохо. На замену Уридии из Тольятти переехал Константин Базилюк. Начало карьеры на берегу Камы у форварда выдаётся бодрым – 3 плюс 2 в 8 матчах. Одна из лучших цифр во всей лиге на весеннем этапе. Нападающий в прошлом матче сумел забить своей бывшей команде. Также Акрону забил и второй зимний трансфер нефтехимика – наш Султан Джамилов. Весной полузащитник пропустил только одну игру. Весна Вторая часть сезона для красно-зелёных началась неудачно. В первых четырёх турах было набрано всего 2 балла в домашних матчах против Алани и Волгаря. В гостях нефтехимик дважды потерпел крупное поражение. После проигрыша в Ярославле, по слухам, Кирилл Новиков был готов покинуть команду. Но в решающий момент она сыграла за своего тренера и дома обыграла Арсенал. Далее в Хабаровске случилась нулевая ничья, а в двух последних матчах нижнекамцы держали две крупные победы. И если виктория над Краснодаром не выглядит чем-то удивительным, то 3-0 в Жигулёвске согласитесь сильно. Отметим факт. Весной команда Новикова дома провела 4 матча. Две ничьи, две победы и только один пропущенный мяч. Победа над Акроном подняла команду сразу на 4 строчки. Прямо сейчас команда Новикова занимает 7 место. До четвёртого 6 баллов, до пятого всего 4. Но перспектива стыковых матчей для нефтехимика остаётся непонятной, ввиду того, что на данный момент клуб не поддавался на лицензирование для выступления в РПЛ. Андрей Голубев. Вратарская позиция в нефтехимике всегда была одной из лучших в лиге. Основной вратарь Игорь Обухов прямо сейчас входит в топ-3 лучших вратарей по числу сухих матчей. Но после 0-3 в Ярославле его место занял Андрей Голубев, до этого сыгравший в двух встречах этого сезона. Возвращение на поле получилось триумфальным. В четырёх матчах Голубев отразил все 9 ударов створ своих ворот и не пропустил ни разу. В шести встречах этого сезона в его пассиве всего один мяч, а процент отражённых ударов самый высокий в лиге – 92. Вместе с Дюпиным из Рубина возглавляет список самых полезных голкиферов этого сезона. Первый матч. На 11-й минуте Лазарев врывался в штрафную, словил фол и заработал пенальти, который уверенно реализовал Гидеон Гузина. Начало матча определённо осталось за балтийцами, сопернику не удавалось даже войти в финальную треть поля. Но следующего пассного эпизода пришлось ждать долго. На 36-й минуте случился очередной классный розыгрыш углового. Удар Лазарева пришёлся рядом со штангой. Первая вылазка гостей к нашим воротам закончилась ошибкой Остойча и Сэвом Бориско, который здорово выручил. Но следующий угловой обернулся голом в наши ворота. Отличился у Ридия. Ещё один креативный розыгрыш штандарта от Балтики случился в начале второго тайма. В этот раз на ударной позиции оказался Гузина, но удар пришёлся выше ворот. Спустя две минуты вновь на острие оказался Гидеон, врываясь в штрафную. Но случилась потеря и быстрая контратака, завершившаяся точным ударом котика. На 74-й минуте Галиули здорово перехватил мяч перед Балтийской штрафной, далее подбор Школика и мощный удар над Перекладиной. Но спасти матч у хозяев получилось. На 87-й минуте Дмитрий Барков, вышедший на замену 5 минутами ранее, вколотил таки мяч в сетку ворот после паса Лазарева. А спустя две минуты победу Нефтехимику мог принести Терехов, но его удар, к нашему счастью, пришёлся выше ворот. Субботний матч начнётся в 16.30 по Калининграду. Встречу Нефтехимика и Балтики покажет кинотеатр Cinema Park. Также просмотр пройдёт в фан-пабе Анклав и баре Фанат. Каждый выберет тусовку по своему вкусу, а мы пожелаем удачи нашей команде.